Ну, для того, чтобы устанавливать нормы в семье какие-то, в жизни, мужчина сам должен чему-то следовать. Часто мужчины вообще ничему не следуют, просто живут как свиньи. Пьют, курят там и занимаются развратом. Это признак того, что счастья не будет в жизни такого мужчины. Мужская природа означает сила, сила означает сила боли. Если мужчина думает, что у него его сила заключается в том, сколько раз сексом по пятам может заниматься, то это не сила мужчины. Сейчас смотрите, интересно, культура как поменялась в нашей жизни. Мужчины часто думают, что сила, вот смотрите, даже самое слово, мужская сила. Мужская сила, что это значит в нашем определении сейчас? Мужская сила означает секс. Но раньше в другой культуре вот это не означало мужская сила. Богатырская наша сила, сила духа и сила боли. Понимаете? Мужская сила означает разум, способность контролировать себя, не пускать себя во вредные привычки, способность победить вредные привычки, способность жить сурово, рано вставать, обливаться холодной водой, заставлять себя что-то делать важное в жизни. В этом мужская сила заключается. Мужская сила означает храбрость также, победить судьбу с помощью разных методов, иногда с помощью силы физической, силы психической. Все это мужская сила. Психическая сила тоже мужская. Мужчина должен молитвой побеждать судьбу. Должен сесть так помолиться, чтобы никто к нему не приставал больше. Это лучше, чем в морду бить. Это же крайность. Мужская сила также означает, что мужчина способен всегда держать свое слово. Если мужчина сказал свое слово, все, до свидания. Не должно быть другого, никакого решения в жизни. Это мужская сила. Женщина может сказать, может взять слово. Не надо сильно на это обращать внимание. Она говорит, я обещаю. Не надо сильно обращать внимание. Женщина пообещала, потом забыла о свое обещание. Для этой женщины это нормально. Она потом у самой скажет, я с женщиной, что ты хочешь? Это правильно. Поэтому нормально, как бы женщина пообещала, сделала, не сделала. Не смогла, я с женщиной, ничего страшного. Мужчина не должен так совести. Сказал, сделал. Все, точка. Так, что ж такое мужская сила? Это сила разума. Половая сила, что такое? Это обезьянья сила. Не мужская. Обезьяна может сексом заниматься пять раз в день. Несколько раз больше, чем у человека. Половая сила с животной силой. Половая сила, животная сила. Нужно это иметь? Это нужно. И это всегда бывает у человека нормально работает, когда он нормально, нормально развивается. Потому что когда человек думает только о сексе, у него происходит импотенция. У него очень сильно в нижние органы идет энергия. Там развивается уритрит, простатит и преждевременно сение извержений. Понимаете? Постоянно думать о сексе означает подстать таким человеком. Все. Мужчина должен учиться поднимать ингредиенты вверх, а не отпускать. В этом его долг в жизни. Он должен иметь какие-то увлечения, интересы серьезные. Мужчине хорошо увлекаться спортом. Потому что мужское тело, здоровье мужчины поддерживается через физическую активность. Мужчина должен там кантельки тягать или там зарядку делает постоянно. У него должно быть сильное тело, сильное здоровое тело мужчины. У женщины здоровье поддерживается через эмоциональную активность. Допустим, женщина должна петь, танцевать. Каждая женщина должна учиться. Потому что здоровье женщины через эмоциональную активность, эмоции активны, хорошо работают. Здоровье у женщины хорошее. И она через питание, правильное питание, регулирует питание, эмоциональную активность женщина становится здоровой. Движение тоже нужно, но женщине, где женщина не так важно уже, как мужчине. Мужчина должен быть активным. Мужчина должен спать на твердом. Женщина на мягом. Я сразу спрашу, а если в одной постели спать, что? Но это вы сами решите, я не знаю, не могу ответить на это. Вот, то есть мужчина спит на твердом, он здоровец, на твердом спит, мужчина становится здоровым. Мужчина должен жить в холоде, женщина в тепле. И так далее. В чем обязанность мужчины? Мужчина должен стать старшим в силе, это его обязанность. Что значит стать старшим? Это значит так себя вести, чтоб женщину начала уважать. Если он не ведет себя так, чтобы его уважали, тогда дети не будут воспитанными, не вырастут воспитанные. Мужчина должен быть старшим, старшим. Старшим означает в буквальном смысле слова ответственным и сдержанным. Мужчина не должен столько же болтать, сколько женщина болтает. Должен говорить нечасто. Как у меня прапорчик парень был, первые слова у него были такие. Я в Беларуси служил, смотрел на меня, такой квадратный лицо, большие кулаки такие, невысокий, квадратный, такой большой, крепкий. Посмотрел на меня, сказал, у нас здесь все просто. Я, говорит, бью только два раза, один раз в лоб, другой в покрышке гроба. Такой серьезный мужик. И когда я услышал это, сразу как-то захотелось подчиняться. Не было никаких хромальных желаний. Ну то есть мужчина должен быть сильным, физически, психически, но у него должна быть какая-то сила. Но если он совсем никакой, то как он сможет быть старше в доме? Очень сложно. Так аскеза – это главное, чем мужчина должен заниматься. Не бегать за женщинами, а скетично жить. В этом мужская сила. Достоинство мужчины в этом. Это, думаю, достоинство мужчины, сколько баб у тебя есть, только достоинство. Это, наоборот, недостойный человек так советует. Достойный мужчина не бегает по чужим женщинам. Когда человек имеет хотя бы одну любовницу, все хорошие веды говорят, все хорошие качества, характеры он теряет. Когда человек имеет любовницу, он уже не может не брать. Ему бьется брать. Он не может уже иметь силу боли, потому что сила боли оттягивается у него. Эти порочные связи. Он безвольным становится, его туда тянет. Раз тянет, значит, надо идти. Становится послушным желанием. Да, у человека есть хотя бы одна любовница, то у него уже нет просудка, потому что он действует, разрушая свою семью. То есть он не может иметь решимость, потому что решимость означает уничтожить вредные привычки, а не у него креплюсь из-за дня в день и так далее. То есть человек все, разрушает мужчина все хорошее, он себя уничтожает. Просто если он имеет хотя бы одну область, этого достаточно. Раньше в вредной культуре люди это знали. Сейчас у нас нет такого знания. Все фильмы показывают, что так надо жить. Потом люди удивляются, почему это у меня на работе ничего не движется. Потому что ты теряешь силу мужскую силу. У тебя нет силы. Ну как я теряю силу, наоборот, у меня потенция такая классная. Какая-то не мужская сила. Потенция это результат твоей жизни. Я как-то в Краснодаре в милицейской академии детстве читал. И милиционеры очень суровые люди. Я не знаю, как я вообще туда сел перед ними. 500 человек милиционеров. Мне страшно было им мечтать. 30-40 минут я цепилась. И они вообще смотрели на него. Мы хотели слушать. У вас, допустим, несколько человек уходит, а там просто 10 лет вдали. Когда милиционеры закончили? Вот так. Все смотрели на меня. Страшно было. Ну как же я теперь буду жить в Краснодаре, если меня все запомнили? Мне надо было что-то делать. И я, так как я знаю, как бы интересный милиционер, начал говорить ему интерпланету Марс, что она управляет человека, силой человека, волей человека, его решимостью и потенцией. Это все находится на одной линии. Центр воли находится вот здесь, в области переносится. Поэтому боксеры удары, стараются ударить, чтобы поле противника поразить. Вот сюда вот. Человек теряется, когда ему сюда попадают, ему тяжело уже боксом заниматься. Вот здесь вот сила воли находится. И по прямой линии, и пониже находится потенция человека, мужская потенция. Так вот, Веда объясняет, что когда человек, это все управляется планетой Марса, у человека агрессивная воля, он агрессивно относится к другим живым существам. Я им объяснял, говорю, например, вымогает деньги на постах ГАИ, ничего, что-то агрессивно делает, то в результате этих агрессивных действий у него по всей вот этой прямой линии скапливается отрицательная энергия. И она начинает влиять на потенцию в том числе. Ну, то есть, скапливается огненная энергия в органах, связанных с Марсом. Сначала, когда человек агрессивно в себя ведет, есть признаки. Сначала у него страдают ротки, потом у него страдает желудок, и потом уже половые воды начинают страдать. По прямой линии, как идет. Если человек живет вот так, вот агрессивно настроенным другим, у него постепенно ложатся вот эти вот силы. И поэтому человек, который ведет себя бесконтрольно с точки зрения мужской силы, то есть он как агрессор в себя ведет, он не может быть счастливой, в интимной жизни женщины. У него разрушается, там разрушается нормальная работа половых органов. когда я им это сказал, они поменяли свое настроение. Они начали на меня вот так смотреть, очень внимательно не слушать лекцию. О Кене в октябре, вот фильм, так вот так вот. последние 20 минут лекции прошла успешно. Слушали внимательно. Но это было важно, потому что, похоже, половина, и из них уже потенция потерялась. Надо было что-то делать, выходить из ситуации. Вот. Ну то есть, поэтому, если мужчина неблагородный в своем поведении, говорить о том, что он будет очень крутым, там, потенцией, маловероятно. Если говорить о сперматозоидах, активности сперматозоидов, то возможность зачать связана с ответственностью. Если мужчина ведет себя безответственно, то маловероятно, что он сможет зачать хороших детей. Или вообще сможет зачать. Поэтому у женщины есть природное чувство. Если она видит мужчина такой, как был, то одно сказал, то другое, такой весь, как ни рыба, ни мясо. Она боится за него, замуж уходить, потому что может быть, останется без детей. Способность зачать у мужчины связана с ответственностью. Если мужчина ответственность себя ведет, значит, он патентный, может зачать. Признак зачать, возможность зачать у мужчины именно в этом заключается. Его способности отвечать за свои слова, быть серьезным в жизни и так далее. и мужественность человека тоже связана с половой силы у мужчины. Тоже. Если мужественность дает возможность длительно заниматься сексом, то ответственность дает возможность начинания. Ведь я все секреты собираю. Мужчина, наверное, меня сейчас не любит, думает, вот гад, все рассказал. У женщины то же самое. Ее возможность рожать связана с ее природной добротой. Если женщина доброе поведение имеет, она не злится ни на кого, значит, у нее пермональные функции женские нормально работают. Она должна быть склонна быть заботливой. Заботливость у женщины также связана с зачателем ребенка. То есть, заботливость она дает нормально цикл существовать, работать. А доброта женская, она дает возможность зачатить. И доброта дает возможность нашего ребенка. Доброта это связано с маткой. Если матка напряженная, значит, женщина не может быть доброй. Или она ей трудно переносить людей рядом с собой. Такая женщина, она может выкидыши не могут выкидыши возникать. Или вообще просто зачатие не происходит. Надо вырабатывать себе доброту и заботливость к женщине. два качества, которые возможно легко зачатить на нашем мире. Видите, природа все уже предусмотрена. Уже все в природе качества, обязанности человека дают ему счастливую жизнь. Мужчина должен приносить деньги в дом. Это его обязанность. Иногда мужчины думают, почему жена не работает? А у жены другая работа совсем. Я вам сейчас объяснил, чем женщины вообще в этом мире должны заниматься. Они могут все, что угодно делать там танкистами быть или там жанрами-тарками. Чем угодно они, тем угодно могут быть, но у них есть их женские обязанности, которые больше никто не может сделать. Это главная обязанность поддержания отношений. Не мешайте женщинам этим заниматься. Пускай сегодня общаются со всеми. Они таким образом поддерживают отношения, означают, создают атмосферу любви вокруг себя. Это важно для женщины, очень важно это делать. У женщины очень много сил уходит на то, чтобы дома было все хорошо. Для этого нужно, чтобы дом в чистоте был. У женщины есть природная склонность к чистоте, она не может быть грязной. И надо всегда, чтобы все было чисто. Эта женщина очищает квартиру на тонком плане и на грубом. Она на тонком развешивает иконы везде, включая духовную музыку. Так, музыка сильнее всего очищает атмосферу. На грубом плане она все моет, убирает. Это же время требует. Дальше женщина поддерживает отношения. Дальше женщина следит за теми, кто неразумен и кто немощен. У женщины есть природная склонность заботиться о пожилых людях, о детях. Эти все люди требуют ухода. Поэтому женщины должны этим тоже заниматься. Мужчины не склонны к этому. У них нет этого потребности. Дальше женщина должна кормить птичек, жучек, внучек, дедок, лепок всех. Понимаете? То есть всех вокруг женщина должна заботиться там. Птички прилетели, должно быть обязательно накормлено там. Собачки во дворе должны быть накормлены. Женщина все делает. Женщина должна заниматься социальными проектами. Она чем занимается женщиной? Она должна где работать? Она должна работать в детских домах, в домах приютах, в благотворительных организациях, должна работать там, где социальная забота, допустим, озеленение местности. То есть она должна работать там, где создается забота и красота, и поддержка людей. Это ее природное свойство. Она должна работать в школах. Женщина должна учить. Это ее природное свойство. Если женщина подходит и говорит ко мне, а она говорит, значит я могу быть учителем. Ответ. Все женщины могут быть учителем, потому что это природное свойство женщины учить. Она мать, прежде всего, научит. Женщина должна работать там, где готовят пищу, там, где учат, там, где ухаживают, там, где коммуникация нужна, взаимоотношения. Если вы куда-то звоните на фирму, и мужчина берет трубку и говорит, да-да-да, это значит, что менеджером тупой в этой фирме. Когда кто-то звонит в фирму, женщина должна брать трубку и говорит, алло, я расслуживаю. Да, конечно, все будет хорошо. Вся эта деятельность означает создание атмосферы любви. Этим должна заниматься женщина. Очень тяжелый труд и емкий труд. Плюс убираться в квартире, плюс готовить. Теперь вы говорите, а мы кушаем в ресторане. Все отравляет свою жизнь. Кушать в ресторане не будет счастья в жизни. Потому что, смотрите, у пищи есть две составляющие. Первая составляющая грубая, вторая тонкая. Возьмите лапшу просто, обычную лапшу, проведите эксперимент. Поставьте два человека. Один готовит по тому же рецепту точно так же, и второй точно так же. Пробуйте лапшу разный вкус. Все то же самое, солим одинаково, все делаем одинаково, вкус разный. Причем отличается очень сильно. Попробуйте. Вы увидите прямо конкретно разные результаты. Почему? Потому что в пище на 50% содержится тонкая сила. У вас в городе есть одно такое вот кафе, в котором с молитвы готовят. Медическое кафе одно есть в городе. Два уже, да? Я не входит. Три уже? Два кафе и в ресторан. В ресторан, да. Да, рекламная пауза. Давайте так, хоть мы об этом заговорились, если кто-то хочет. Да, у нас 28-27 апреля будет мероприятие, сейчас перечислю, где можно еще что-то изучать. Будет телесная психотерапия. Будет семинар. Дуплищик в город Новосибирск выведет. 30 апреля, 1-2 мая семинар «Как привлечь в семью ангелов» В.В. Иванов. Очень хороший человек, я его знаю. Ну, то есть он будет говорить о зачатии детей, о том, как правильно воспитывать женщина детей. 18-го мая семинар «Вкусно питаться, быть здоровым» Н. Китаева. Это медическое питание, питание благости. 25-го мая тренинг «Гармоничная семья» Макарова. Маркова. О Маркова. Я вам советую изучать все, ходить, если вам это интересно. Это все проводится в центре РАДО. РАДО. Центр Восточной культуры и психологии. В этом центре много разных предприятий. Хатка-йога, циклон, целительные танцы, индийские танцы, оздоровительная гимнастика, дыхание, оздоровительные курсы, лидической астрологии, кулинарные курсы, контактация астролога, психолога и так далее. И там есть еще вот этот вот ресторан или кафе физическое. Там можно попробовать вот эту пищу с молитвой. Очень вкусно. Я сегодня там кушал, мне очень понравилось. Вкусно. Правда? Ну вот такая рекламная пауза. Еще хочу вам сказать, если вы хотите, некоторые говорят о коллеге, иначе где с вами можно поближе познакомиться. Мы хотим узнать вашу жену, увидеть там и все. Это можно сделать на фестивале «Благость», который проходит в май месяц. Туда приезжает примерно 650 человек в этом году. Информацию об этом фестивале у нас на сайте. Тарсонок.ру. Еще несколько мест есть. Можно еще приехать. Можно купить еще билеты. Вот. Фестиваль очень плотный. Две недели. Люди. Некогда даже сходить на Черное море покупаться. Табанада будет проходить. Там возле НАПы очень большой такой. Анатолий 650 человек. Все заполнено будет вот такими как бы людьми, которые интересуются, как правильно жить. С утра и до вечера, начиная с йоги, циклун, лекции, концерты по вечерам. У меня мои методы, там оздоровление. Я буду рассказывать, как правильно себе подбирать травки, там и все прочее. Вот. И различные тренинги. И все с утра до вечера. Кто из вас ездил? Есть такие? Вам понравилось? Один ездил. Ну, значит, я потому что сюда не приезжаю, поэтому люди не знают об этом. Люди... Людей меняется полностью жизнь. За две недели они... Они вот... Готовится пища с молитвой. Пища очень вкусная. Люди две недели там находятся, переезжают. Совсем другие люди. Без приставу на две недели уехал. Другая жизнь совсем. Человек поварился вот в этой каше благостной жизни. Люди все обслуживают только те, которые работают над собой. То есть, никто не пьет, не курит и так далее. То есть, люди очень благочестиво обслуживают, заботятся о вас. И чувствуете себя там очень хорошо. Отзывы только положительные. Все счастливы. У нас фестиваль пользуется большой популярностью. Мы хотели сделать тысячу человек, но не нашли во всей России ни одного пансионата, в которых был бы зал на тысячу человек, которые бы нам отдали кухню. Все потому, что мы сами готовим. Мы не даем им готовить. Вот и... Ну, то есть, не нашли просто. 650 человек максимум. В России не предусмотрен такой вот. Вот. Ну, поэтому вот плотненько получается. Ну ладно. Закончили рекламу. Продолжим лекцию. Так, мужчина не может за женщину выполнять ее обязанности, так как она может это делать. Мужчина не может так же приготовить, как женщина. Потому что женщина вкладывает в приготовление свою веру. «Природная женщина знает, что от того, что она готовит — зависит ее жизнь». Если она готовит с верой, с молитвой… То есть, есть три типа приготовления. Первый тип приготовления — готовим быстрее и быстрее, – что все поели и пошли на работу. Это приготовление разрушает семью. Дальше второй тип приготовления — готовим для мужа, Чтобы муж поел. Это приготовление напрягает отношения. Третий тип приготовления. Готовим с молитвой для Бога. Готовим для алтаря. Но знаем, что будут есть родственники. Это приготовление делает жизнь счастливой. Если женщина готовит для Бога, жизнь становится, пища становится освященной. И она приносит только счастье в семье. Она становится силой удачи в жизни. Удача приносит в жизни. Это все надо изучать. Вы не расстраивайтесь. Все надо изучать. Женщина может споро-росто готовить дома пищу, может полностью поменять всю ситуацию в доме. Всю. Она ездит на тонком плане всегда. Женщина решает на тонком плане все вопросы. Ей не надо кулаками бегать к вести. Она просто с молитвой стирает, с молитвой готовит. Поэтому не надо питаться в столовой. Если вы питаетесь в столовой, у вас жизнь становится несчастной. Нет любви. Любовь передается через пищу. Вы готовите, значит семья становится счастливой. Любовь увеличивается в отношениях. У меня есть случай интересный такой в жизни. Одна женщина не успевала, у нее большой дом, она не успевала все делать. Она взяла женщину, которая готовит пищу в доме. И эта женщина убила мужу. Обычный пример. Потому что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Надо было, пускай она убирается, там стирается, если, допустим, у вас есть лужанка, но ни в коем случае не готовит. Готовит должна жена. Только жена. Все остальные пускай что хотят ему. Женщина должна открывать сердце мужа. В сердце что-то есть, не открываем, разрушаем семью. Женщина должна, говорит, открывать сердце. Не значит, она должна рассказать, кто у меня там был до нашего брака и как мы с ним спали. Это не надо делать. Открывать сердце означает открывать то, что происходит в нашей жизни. Иногда женщина, допустим, совершает поступок, разрушающий семью. Она, допустим, изменяет. Ему надо сразу об этом говорить мужу. Это опасно. Может разрушить семью. Но надо в сердце своем раскаиваться и открыть, быть ближе к мужу. Почему измена происходит? Сначала женщина изменяет в уме. Как это происходит? Она просто не разговаривает со своим мужем искренне. Она что-то скрывает от него. Все. Женщина не может держать информацию в сердце. Она должна ей кому-то рассказывать. Рассказывать женщине не всегда помогает. Поэтому она будет рассказывать какому-то чужому мужчине. А это значит, что она уже пошла уходить из семьи. Все. Может быть, она не с этим человеком изменит, как с кем-то другим. Женщина должна открывать сердце мужу. Даже если это очень тяжело. Если она это не делает, семья разворачивается. Теперь смотрите. Есть тонкие вещи, которые женщины должны знать. Если женщина хочет сопрямить семью, а любая женщина, здравомыслящая, хочет сопрямить семью. Потому что, когда мужчина остается одним, ему легко найти себе другую женщину. Даже женщине ей остается одна. Ей очень трудно найти себе другого мужчины. Как вы думаете, почему? Примерно однако мужчина, женщина. Почему женщине не трудно найти себе другого мужчину? А мужчине легко другую женщину. В чем причина? Есть много причин, какихminded. чисто технических. Женщина остается не одна, она остается с детьми. Первая причина. Вторая причина. Женщины с возрастом стареют, а не молодеют, а берут замуж молодых. Третья причина. Женщине очень трудно привыкнуть к новому человеку. И сначала от старого от выкрут надо пару лет, потом надо привыкнуть к мысли, что с другого выходить еще пару лет, а потом только замуж выходить. Это непросто. Поэтому Бог дал женщине силу сохранить семью, чтобы она не оставалась одна. У женщины есть силы. Как эта сила работает? Безупречно. Если женщина правильно настроена, мужчина даже будет пытаться уйти, не сможет. Невозможно уйти от женщины, которая правильно настроена. Теперь, что значит быть правильно настроена? Присняли. Это тонкая вещь. Очень глубокая вещь. Смотрите, женщины, если у вас в сердце сидит мысль, я могла бы себе и получше найти. Вот вы замужем, но будет у вас есть муж, вы думаете, я могла бы себе и получше найти. Все это значит, что он будет улететь. Эта мысль означает, что вы ее толкаете от себя. Говорит, иди и ищи себе любовницу. Потому что чем привлекается мужчина? Привлекается тем, что он единственный. Вот когда женщина смотрит на мужа, и в его взгляде ты единственный и неповторимый для меня. В ее взгляде есть это. Все. Ему больше ничего не надо. Сексом мужчине всегда хочет заниматься с чужими женщинами, всегда, с молодыми красивыми девушками, всегда мужчине хочется заниматься сексом. Поэтому у каждого мужчины есть вторая фамилия, не в паспорте, итальянская фамилия, Кобелина. Итальянская фамилия вторая у каждого мужчины есть. Вот женщины должны это знать, потому что самая большая сила в этом мире – это женская красота. И, к сожалению, в нашей культуре женщины, вместо того, чтобы дать мужчинам нормально жить, они, наоборот, эту красоту как можно больше открывают, и потом удивляются, почему это мужчины гуляют. Отведите себя культурно, чтобы не гулять. Потому что самая большая сила – это женская красота. Но вот женщины, смотрите, как интересно, в восточной культуре женщины открывают себя и красоту свою только перед мужем, а в обществе стараются ее прятать. У нас все наоборот. Женщина ходит дома, как попало, а когда она идет на улицу, она такая, у тебя как принцесса становится. И пошла. На улицу как принцесса, дома как попало. Так кому ты красоту хочешь отдать? Мужу или дяде Васе? Почему так происходит? Потому что женщины не знают своей природы. Женщины не знают, что энергия всегда тратится. Она тратится, и что получается? Сейчас объясню. Да, женщина открывает свою красоту и как бы и идет одной ногой пишет, другой зачеркивает по улице как бы. Летящей походкой. Вот, то есть создает очень сильное впечатление. Что происходит в это время? Смотрите, мужчина завороженный смотрит на женщину в это время, и он собирает у нее энергию любви, своих взглядов. Просто ее кушает. Кушает женскую энергию любви. И когда все покушали ее, она прошла по улице, летящей походкой. Вот. Пришла домой. Что происходит? Дома нет сил. Нежно общаться с мужем, прощать его. Нет сил улыбаться, нет сил заботиться о детях. Силы кончились. Почему они кончились? Съели. Поэтому восточные женщины прячут себя, они как бы защищаются волосами. Чем длиннее волосы, тем больше защиты. Потому что смотрите, у мужчины сила содержится в разуме, поэтому ему надо меньше, чтобы было ума, больше разума. У женщин надо больше ума, у женщин сила в уме, у мужчины в разуме. Женщина, она имеет очень сильные мысли, сильные чувства. Это умственная деятельность. Мужчина имеет сильную боль, это деятельность разума. Поэтому мужчина обрезает волосы покороче, потому что волосы связаны с энергией ума. А женщины делают волосы подлиннее. Чем длиннее у женщины волосы, тем больше у нее силы и умственной энергии. Она больше защищена от окружающих людей. Если женщина сплетает волосу в косу, то она вообще просто непобедима. У нее огромная сила внутри. А мужчина, который лысый, тоже сильный. Думать не надо. Только действует. Деятельный мужчина обычно всегда очень коротко постригается. При знак активности мужчины. Мужчина активен, значит, он коротко постригается. Женщина должна носить длинные волосы. Она должна закрывать единые части тела в своей жизни. Это дает ей силу, защиту, успокойствие. Если женщина хочет спокойствия, не вы беспокойны. Сама раба, радо, беспокойная я, беспокойная я, успокойте вы меня. Почему беспокойная? Потому что раздепаривают энергии. Все подряд. Кому не лень. Зря я нашла на лекцию, да? И так дальше двигаемся. Женщина должна создавать атмосферу. Нам жена приходит часто переезжать, с одного места в другое. И жена что делает? Она печет пирожки, звонит соседке и говорит, вас как зовут? Так говорит, ну, Марь Ивановна, допустим, да? И она говорит, Марь Ивановна, попробуйте пирожки. Я что-то не пойму, у меня вкусные получились или нет. Так, сейчас посмотрим. Женщины-эксперты в приготовлении раз вперед пробуют. Ну, надо вот этого добавить. Проходит день, на следующий день. Я добавил вкусные или невкусные. Вот теперь вкусные, молодец. Все. Это значит, что если я ухожу из дома, то муж в этой семье со мной здоровается. Хоть мы друг друга не знаем, но уже в отношениях завязались. Собачка не какает у меня на пороге. По стопроценту. Дети относятся вежливо. И все в этой семье много-много времени, то есть несколько месяцев, может быть больше, будут хорошо относиться. Просто от одного такого поступка. И все. Просто накормить пирожками соседку. И все. Достаточно тут установить отношения. Женщине это расплюнуть сделать вообще. И вообще не проблема кого-то накормить пирожками. У меня жена вообще такие вещи вытворяет страшные. Разок приехали, приехали из ведического храма, и как бы у нее было пол пирожка освещенного. Не целая половина. Ну, представь, пол пирожка, это кажется, как грызок. Просто взломали, одна половина пошла в одну сторону, а вторая. Это был... Я вспотел, когда это видел. Мне было страшно. Мы приехали на такси домой в Москве, и я тут распадился с водителем. Когда я выходил, она такая подтягивает ему эти пол пирожка. Говорит, это вам. У меня в глазах такая решимость. Он смотрит на нее и смотрит, что происходит с ним. Он берет пирожок, говорит, что это, что это, что это. Когда я не увидел, я вспотел прям, реально. Ну, нынче себе. Потом начал улыбаться. Освещенная пища на всех действует. У нас в Краснодарском крае есть собака. У меня ребята учатся, они живут как монахи вместе все. И там есть собака, она охраняет. И я когда приехал в Зынке, у меня была освещенная пища, она подпортилась. Это были блинчики обычные. И они уже склеились. И я отдал эти блинчики этой собаке. То есть я ей было бы водил эти блинчики. Она увидела эти блинчики, она их съела тремя движениями. Вот так вот. И потом, а эта пища освещенная обладает особой силой. То есть она встала вот так вот и начала на меня смотреть. Стояла минута, потом бац, упала вот так вот. В счастье в таком. Такая ежа. Даже собака меняется, понимаете? Даже собака меняется, ездит, когда она кушает освещенную пищу. Не то, что человек. Поэтому нужно это знать. Знать влияние тонких сил. Женщина особенно в семье должна это знать. Женщина должна в своем сердце победить эту идею, что я могла бы найти себе лучше. Просто изжечь ее, изжечь ее в своем сердце. Заставить себя считать, что вот это единственный человек. Как только она так начинает читать, Кобеллина отваливается. Это фамилия итальянского мужчины. Она есть, конечно, но она уже скрытая. То есть она уже выходит из сознания. Это очень важно знать. Женщина должна создавать отношения в семье. То есть она заводит разговор с мужем. Она должна это делать не навязчиво всегда. Не надо навязываться полтавнью из своих мужей. Надо просто всегда начинать одинаково. Допустим, я тренинг проводил с женщинами. Вот сидит муж, смотрит хоккей. Что делает? Как бы некоторые женщины догадывались. Садимся рядом, смотрим хоккей. И потом дальше говорим. А как Фетисов? Нормально играет? Следующий. Он такой раз, он сначала не обращает внимания, что у нас идёт рядом. Потом, когда она про Фетисова сказала, он говорит, да, нормально. И смотрит дальше. Она потом понимает его, говорит, что ты бы лучше сыграл, мне кажется. Всё, хоккей, до свидания. Сразу нанесу. Я вообще в хоккей не играю. Так можно мужчину оторвать от хоккея. Дальше можно ему сказать, допустим, надо покушать или ещё что-то. Ну, то есть, дальше можно с ним разговаривать. Не надо сразу подходить к мужчине и говорить, надо покушать. Это неважно, потому что он в хоккее живёт. Он не может кушать и даже думать о чём-то другом. Когда мужчина чем-то занимается, он полностью воплощён этой деятельностью, и он не может оторваться. Нужно сначала его оторвать с помощью таких приёмов. Надо заинтересоваться, тем он делает, потом перевести на него разговоры, потом дальше уже перевести в свою сторону. Понятно, нет системы? А? То есть, мужчины, они очень инертные, они могут очень сильно концентрируются. Мужчина как паровоз, женщина как пушинка. То есть, мужчина, если он разогнался, он действует в одном направлении, трудно остановить. Женщина всегда может двигаться туда-туда, у неё очень подвижное сознание, у мужчины очень эстатичное. Всё время в одну сторону. Если женщина не открывает сердце мужу, значит, отношений нет. Да, дистанция возникает. Она потом разрушает семью постепенно. Что значит открывать сердце? Значит, просто говорит о том, что на сердце находится. Но говорит как? Мягко. Есть два способа жить для женщины. Первый способ победоносный, второй способ разрушительный. Если женщина, говоря о чём-то, всегда переводит на мужа, она разрушает семью. Если она всегда переводит на себя, то она сохраняет семью и улучшает своё влияние на мужа. Ну, допустим, смотрите, женщина сидит и плачет, допустим. Два варианта плакать. Первый вариант плакать, потому что он такой козёл. Второй вариант плакать, потому что я не смогла. Так искренне молиться, чтобы ты не пил. Поэтому я плачу. Какой результат? У мужчины открывается совесть. Сразу начинает, хочет защитить жену и говорит, завтра не будет бить. Видите, то есть два варианта действий. Женщине хочется действовать по первому варианту всегда, обвинить его. А надо успокоить себя, помолиться и обвинить себя. Будет тогда победа. Женщине два две непобедимые силы. Первая непобедимая сила – эмоциональные слова, вторая – слезы. Мужчина не может с этим справиться. Когда женщина начинает эмоционально говорить, он убегает. Она начинает пахать, и он тоже убегает. Или наоборот приходит. То есть он не может уже быть равнодушным. Эти силы надо использовать правильно. Эмоциональные слова надо против себя использовать. И слезы тоже против себя. Нельзя это делать против мужа. Иначе отношения разрушаются. У мужчины есть только одна сила в отношениях. Как это будет? Мужчина какая-то? Мужчина не знает. Кто-нибудь знает? А? Ответственность. Ну это да. Не, я говорю в отношениях. Вот вы общаетесь с женой. Какая сила вам поможет сохранить свое мнение? То есть как вы должны сделать так, чтобы она вас слушалась, понимала, принимала? А? Искренность. Искренность. Искренность не поможет. Любить. Любить нормально, но не поможет. Хвалить тоже хорошо, но не поможет. Хвалиться? Терпение. Что может? Сила означать то, что побеждает женщину. Кто сказал терпение? Я. Молодец. Мужчина должен быть, вот помните, когда Бимареско и Гдакимова, ведь слом по башке стукнули, как бы морда красная. Мой отец как бы сильно управляет на том берегу, я на этом. Ну, то есть понимаете, то есть мужчина должен быть очень спокойным. Не возмутили. Не возмутили. Женщина эмоционально там, ааа, у нас уже вся, вся, уже вся. Там и так далее. Мужчина. Я слушаю, продолжаю. То есть вы не должны ничего удивлять вообще. Он должен быть спокойным, как камень. Гроза там на этот камень, там молнии на него удаляют. У них все, вырабатывают. Спокойно. Мужчина не должен принимать ничего близкого к сердцу в отношении женщины. Женщина это конкретно успокаивает. И она чувствует очень сильно защиту от такого поведения мужа. Она может его зайдет уплекать. Говорит, ты чего как дурак идешь все? Навек ты наслушался, ни на что не реагируешь. Но внутри она думает, нормально. Нормально. Это лучше, чем мужчина, да? Вместе с женщиной вот так. Мужчина должен все выслушать спокойно и сказать. Я подумаю над этим. Завтра я дам ответ. Мужчина никогда не должен сразу реагировать на то, что женщина ему говорит. Подумаю и дам ответ. Хорошо. Мы решим этот вопрос. Женщина сразу успокаивается. Если ей сразу ответит, она еще вопрос задает. Сразу ты чего вопрос? Еще вопрос? Еще вопрос? Потом она забудет, о чем она спрашивала первый раз. Вот. Но когда мужчина говорит завтра дам ответ, женщина сразу же... Потом раз успокоилась. Все легче стало. Она ей легче стало, она все уже расслабилась, все легче стало. Она говорит, у меня муж надежный. Что значит муж надежный? Это значит успокоенный. Вы согласны женщине с этим? Видите, всем женщинам нравится то, что я сказал. Значит, это нормально. Почему мужчины реагируют на женщину сразу? Есть только одна причина. Привязанность. Привязанность к наслаждению женской энергии. Когда мужчина сильно привязан наслаждаться с женщиной, он не может не реагировать. Потому что сразу же, как только женщина эмоционально себя ведет, ее начинает толпать. Мне тяжело становится. Этот мужчина должен быть очень твердым в своей воле. Он должен постоянно работать над собой. Женская энергия к себе привязывает, а надо отвязываться. Надо быть очень сильным внутри себя. Не надо поддаваться. Мерли любви все равно сильнее. Но мужчина должен быть очень твердым внутри. Он не должен всегда зависеть от настроения жены. Как она себя привела, так мы ей тоже настроим. Нет, так не надо было. Когда мужчина очень твердый внутри, это не значит, что он несчастный. Женщина все равно подает столько любви, сколько тебе положено в жизни. Все нормально. Но всегда будь внутренним независимым. Всегда старайся выйти внутренний, твердый, собрый. Потому что сначала женщина дарит любовь, потом начинает обсуждать проблемы. Если ты поддаешься в эмоциональном влиянии, дальше начинается истерия обоюдная уже. И она никак не останавливается. Некому останавливать. Потому что мужчина должен останавливать истерики в семье. Если мужчина думает, почему у меня жена такая эмоциональная, она постоянно создает проблемы. Так она этим и должна заниматься. Это ее работа в семье и проблемы создает. Мужчина решает проблемы в семье, а женщина создает. У каждого свои занятия. Вы скажете, а зачем так в жизни устроено, что женщина создает проблемы? Сейчас объясню, почему так устроено. Потому что есть система быстрого реагирования и есть система медленного реагирования. У женщины чувства очень активны и сильны. Она быстро реагирует на все. Это нужно. Допустим, как предотвратить катастрофу. Допустим, мы должны поехать куда-то и будет авария по судьбе. Как предотвратить аварию? Нужно учитывать эмоции женщины. Женщина говорит, что я боюсь, я не хочу, чтобы мы туда едем. Я боюсь. Надо сходить. Сказать, ну давай интересно, почему ты поешься? Что такое? И потом постепенно мужчина начинает, ну давай завтра поедем. Хорошо, завтра поедем. Так предотвращается несчастных случаев, может быть. То есть система быстрого реагирования нужна. И женщина быстро реагирует на все. Она чувствует эмоционально. А мужчина должен медленно реагировать. Если мужчина быстро реагирует, тогда вообще никуда не поедет. Все испугались. Завтра испугались. Все, потом послезавтра, еще потом поедем не поедем куда вообще. Если мужчина и женщина так быстро реагируют, то в семье нет нормальной. Нормальная семья означает, что мужчина очень спокойная, женщина очень эмоциональная. Все. Нормальная ситуация в жизни. Чтобы быть спокойной, надо иметь силу воли, развивать силу воли. Женщина должна развивать любовь, заботливость. Но их должна силу воли развивать. Женщина любит мужские аспекты совершать. Женщине проще, легче начать. Что делать? Закаливаться, зарядку делать. Терпение развивать себе. Штангой заниматься там в отеле. Но женщине очень тяжело развивать себе. Прощать. Быть доброй, заботливой. Очень тяжело. А это женские аспекты. Мужчине легко быть добрым. Подошел бы, улыбался и стал добрым. Но вот аспекты совершать, рано вставать, загадиться очень тяжело. Но каждый должен заниматься своим делом. Мужчина должен мужскими делами заниматься, а женщина – женскими. человеческими. Вдохновляющие силы – мужская или женская? Женщина вдохновляет, а мужчина делает. Допустим, будем делать зарядку. Она вдохновила, мужа делает зарядку. Мужчина уже неделю делает зарядку и женщина – тоже делает зарядку. Но потом ей надоело, она уже не делает зарядку. Мужчина продолжает делать. Почему? Потому что мужчина, еслиécе загнался, он уже не останавливался. это хорошо женщине обязательно каждый день делать зарядку сегодня делают, завтра не делают мужчина должен делать каждый день его надо приучить и потом расслабиться и сказать им, если ты хочешь чтобы я делала зарядку значит на руках мне висит душ с постели отмена у вас какие-то вопросы по обязанностям остались мужчина, женщина, кто что должен делать да? скажите, если мужчина наоборот еще национальный а, у вас вопросы про мужчину не про себя да все уже неправильно смотрите, особенности отношений в наше время какие? сейчас объясню как действует злая карма, злая судьба она действует на всех сейчас одинаково женщина становится как мужчина мужчина как женщина если женщина говорит я не пойму, Алина Геннадьевич я зарабатываю больше, чем муж он постоянно кукле торчит что он за человек? да посмотри на себя сначала что ты за человек? почему ты больше его зарабатываешь? почему ты деловая такая? значит, ну я это признак разума у женщины я деловая женщина, разумная это не значит, что такое признак разума у женщины разумная женщина, она не деловая Разумная женщина, она очень скромная, и она не будет слишком много работать. Разумная женщина, муж будет работать. Если женщина очень активная, это значит, что у нее много мужской силы. Какого она может себе найти? Мужик, муляй, не веруй меня. Помните фильм? Муляй, не веруй меня. Понимаете, то есть, чем у женщины больше мужских качеств, тем больше она найдет себе вот такого человека, младшего по возрасту, не хочет работать, хочет готовить. Это нормально? Это означает, что наше время, какое наше время? Чем больше плохой кармин у людей, тем больше они меняются местами. Допустим, мужчина по природе, мужчине нормально гневаться, но гневливость это мужская же та характера. Женщине нормально обижаться. Но если женщина гневается, а мужчина как бы обижается, не гневается, не будет обижаться. Понимаете, все меняется очень просто. Женщина расслабляется дома и говорит, я все, зарабатывать больше не буду. Говорит, иначе сказал, ты зарабатываешь. И мужчина тоже расслабленный уже дома. И она думает, дети с голоду побрут, если так будет. Вы ошибаетесь. Природа так устроила, что женщина никогда с голоду не побрут. Если она женщина. Что такое женщина? Женщина – это много отношений. Женщина со всеми отношениями. И женщина так устроена, что не надо много кушать. И детям тоже не надо много кушать. Дети подклевывают. И женщина подклевывает. Но подклевала у соседки, у другой соседки. А еще подклевала. Пошла там, мороженку купила. Подклевала. А может, надо жрать? И каждый день. А жрать нечего. Потому что нет денег. И он идет и работать начинает. А что делать? Видите, женщине для того, чтобы муж пошел в работу, достаточно просто расслабиться и все. Почему она не расслабляется? В чем причина? Почему она продолжает опахиваться? А муж сидеть дома. В чем причина? Причина – в жадности. В жадности. Женщина хочет больше денег. А ведь говорят, есть две вещи, которые две женщины делают счастливой. Первая вещь. Она принимает характер мужа. Сразу становится счастливой. Вот какой есть, такой есть, все. Принимает характер мужа. Второе. Она принимает условия жизни мужа. Вот какая зарплата есть, такая не нужна. Все. Мне достаточно. Все. Ну, зарплата мужа мне достаточно. Все. И ей становится хорошо, она расплавляет, становится румяной. И, возможно, зачатие детей в ней возрастает во много раз. Одна из причин женского бесплодия – это очень сильная занятость. Если женщина очень напряжена на работе, у нее пермональные функции просто истощаются. Женщина чуть-чуть расслабилась, сразу возможность зачать. Поэтому есть такой феномен. Часто женщины занимаются, начинают, когда уезжают отдыхать отпуск просто. В отпуске расслабляются, там ходят по песочку, по воде. Женщине нужна энергия земли для зачатия, энергия воды. Женщина ходит по берегу, там есть и земля, и вода. Женские пермональные функции автоматически восстанавливаются. Все. И раз поехали отдыхать, зачатие. Дома не могли зачать, потому что всегда женщина напряжение бегает. Поехала отдыхать, зачатие произошло. Мать женщин должна быть расслабленной. Мужчин должен быть активной, женщин расслабленной. И тогда здоровье. Здоровая женщина – это расслабленная женщина. Здоровье мужчины – активный мужчина. Мужчины расслаблены, женщины активны. Больные люди. Да? Да? Вы знаете, не надо ничего развивать в себе. Сейчас я вам объясню. Сейчас вы все поймете. Смотрите, есть невежество, энергия, есть страсть, есть плавность. Когда человек находится в страсте, то есть он много работает, признак страсти – это сильные привязанности к каким-то результатам, которые, как и есть у других людей, у меня нет. Допустим, у меня у других есть европейский ремонт, у меня нет. Значит, надо упахиваться. У других есть там телевизор с функциями полета, переворачивания и испарения пространства. А у меня нет такой телевизора. Понимаете? И надо много упахиваться, чтобы у меня тоже такой телевизор был. Или стиральная машина сама стирает, сжимает, плавит и развешивает. Понимаете? У меня нет. У меня нет, а у кого-то есть. И надо упахиваться. Понимаете? Когда человек вот такими интересами живет, он постоянно много работает. Чем больше работ, тем меньше свободного времени. Смотрите, интересно, как устраивается для людей строится жизнь. Эти люди тоже хотят быть счастливыми, страстными. Они действительно верят в то, что они скоро будут счастливыми. Тоже хотят завтра, чтобы будут счастливыми. Все это не как завтра. Они в будущем живут. Итак, завтра мы будем счастливыми. Для этого сейчас, сегодня надо много работать. Или учиться, чтобы работать. Или еще что-то. Искать работу. Смотрите. Круг счастья человека. Человеку по судьбе положено вот столько счастья от отношений, столько от детей, столько счастья от отдыха, столько от здоровья своего, столько счастья от труда, столько счастья от комфорта в жизни, столько счастья от духовной жизни. В общем, есть сектора счастья, они все контролируются временем. Для того, чтобы, допустим, с детьми тут счастье было, для этого нужно этому времени уделить. Нет времени, нет счастья. Что делает страстный человек? Он берет и все силы отдает работе только. В результате здоровья меньше, отношений меньше, отпуска меньше, воспитание детей счастья меньше с детьми, счастья с женой меньше. И все меньше, кроме работы. Так это всю жизнь так будет? Вы что думаете, когда в приготовлении вы не будете так много работать? Это ведь способ жить. Это не то, что вы сейчас напахались, а потом как бы вы не будете. Это так человек устает. Страсть означает, что человек так живет. Вы скажете, ну у меня за работой, у меня квартира, потом не буду пахать. Оживайтесь. Человек не может остановиться, ему всегда мало. Ему кажется, что он все равно недостаточно материально обеспечен. Ему надо еще больше. Всегда. Невозможно остановиться. Если человек миллионер, там у него миллионы долларов, он все равно не будет останавливаться, он будет пахать дальше. Это просто природа жизни, называется жизнь страсти. Я не знаю, что благостные люди не работают. Просто они это ставят на первое место в жизни. Благостных людей на первом месте отношения, молитва. Счастье на первом месте. Счастье в отношениях. Мы воспитываем детей, мы любим друг друга, мы заботимся. У нас также есть труд в жизни. Но вот ограниченное время. От столько до столько. Сколько у нас есть средств, столько мы используем для развития себя. Благостные люди, так как они нежадные, у них деньги не разлетаются. Если взять страстного человека и посмотреть предметы в квартире, то 80% предметов бесполезны. Они просто стоят, они не нужны. Но на них же деньги были потрачены. Почему? Потому что страстные люди очень сильно привязываются к тому, чему они видят. У них психика так работает. Потому что они ищут счастье из вне. Благостные люди ищут счастье в отношениях. Поэтому они к чему не привязываются. Они говорят, это нам не надо, это нам не надо. В результате денег мало, но они идут куда надо. Они идут там на то, чтобы потихоньку скопить капитал для дома или еще куда. Но благостные люди всегда имеют деньги, потому что у них никуда не тратиться. Сначала заходят в супермаркет, гипермаркет, мегамаркет, а купить маркет. И он как бы там, и все деньги разлетелись. Зачем он это купил, он не знал. Понравилось. Но он же пахал на это все, пахал. Означает, тратил энергию своей любви, воспитания детей, энергию своего отпуска, своего здоровья и так далее. Вот и все. Видите, все очень просто. Неверственный человек не пашет. Он просто обманывает людей, тем самым зарабатывает деньги. Или он с помощью закона обманывает, как это делают сейчас гаишники. Или он обманывает с помощью теневого бизнеса какого-то, ткаты всякие. Как действует эта ситуация? Когда человек обманом живет, то он скапливает негативную энергию. Все эти люди, которые им обмануты, это идет по назначению. Люди все связаны с сердцами. Обмануть кого-то в твое сердце пошла информация. Там никуда не ошибается. В банке тонкого тела нет ошибок. Операции всегда идут туда, куда надо. И у человека скапливается эта сила негатива в его жизни. Все потом рушится. В первую очередь это отражается на детях. Дети вырастают просто идиотами таких людей, которые обманывают другие. Во-вторых, на жене. Если мужчина этим занимается, дальше жена страдает. То есть у нее психика разрушается. А потом он сам уже. Понятно, да? Система как-то будет. Вот и все. Поэтому плагастная жизнь единственное правильное. Все остальное это просто до поры до времени. Ну ладно, мы эту тему немножко с вами обсудили. Особенности отношений в наше время. Вопрос был задан. Что делать? Мужчина обижается, женщина гневает. Мужчина не хочет работать, женщина упахивается. Это не решается с помощью перемен и мест влага. Допустим, мужчина не хочет работать, заставит его работать. Невозможно заставить. Есть причина, почему он не работает. Я сейчас объясню причину. Смотрите, у человека в организме есть благость, страсть и невежество. Невежественная энергия распределяется внизу. Если она увеличивается, у человека увеличиваются желудные инстинкты. Она внизу вся находится, невежественная энергия. Увеличивается желание есть, спать и заниматься сексом. Когда увеличивается страстная энергия, она находится в середине тела. Увеличивается жадность, увеличивается желание кушать. Ну то есть увеличивается привязанность. Не просто желание кушать, а кушать круто. К разным людям это очень круто кушает. Там суши всякие, кебабы и так далее. Ну то есть не может просто поесть, ему надо что-то вывернуться. Обязательно. Увеличивается жадность, стремление к притяжу. Например, тебе в квартиру заходят, и тебе очень стыдно, что у тебя нет там пылесоса с дистанционным управлением. У всех остальных людей. Это значит, что энергия страсти преобладает в сознании человека. Понимаете, да? И одеваться надо круто тоже. Если ты не круто, одеть неудобно даже на улицу. Это страсть. Страстные люди смотрят на внешний, благостные смотрят в сердце. А невежественные смотрят на сколько человек крутой. Крутое, означает, неудобно. Крутое. Мы бандита, гонстерита, убиванка и плеванка. Мы любита, пистолета. То и это, держим банка, миллиона и плеванка на закону. Понимаете? Ну, то есть, невежественные люди, они вот так живут. Это их крутизнами. Страстным надо выглядеть, как все. Благостные смотрят только на сердце, что-то не наклевать, как он выглядит. Главное, чтобы он чистый внутри друга. Видите? У всех все по-разному. Благостные люди тоже хорошо одеваются, но очень скромно, спокойно. Не убедриваются. И так у страстных людей много сил и энергии уходит на то, чтобы поддерживать свой внешний статус. И поэтому им надо очень много работы, упахиваться, им нет отношений, разрушаются семьи. У страстных людей по определению семья не может сохраниться. Просто не может. В страсти семья всегда разваливается. Объясняю почему. Система простая. Чем больше мы работаем, тем больше напрягаемся. Чем больше напрягаемся, тем меньше отношений. Меньше отношений, переутомляемся, все рушится. Есть пять стадий развития человека в страсти. Первая стадия увлечен трудом. Вторая стадия устают. Третья стадия надоело. Четвертая стадия надрыв. Пятая разруха. Все. У каждого человека в страсти всегда жиры течет. Один одним и тем же способом. Других не бывает. Итак, особенности отношений в нашем времени. Если много невежества, надо поднимать энергию вверх. Много страсти, надо поднимать энергию вверх. Много благостей не бывает. И всегда мало. Поэтому, если смотрите, если у вас, допустим, в семье муж не хочет работать, значит, нужна молитва. Увеличивайте благость. Тем больше благостной силы, тем меньше у него будет невежественных привычек. Он энергия будет подниматься, он станет другим человеком. Это вопрос энергетики вашей жизни. Это не вопрос его привычек. Допустим, у вас привычка есть больше работ, у него привычка меньше работает. Это сразу не поменять. Не надо менять привычки, не надо воздействовать на привычки. Надо поднять энергетику в семье. У него будет склонность не работать. Но он будет все равно работать, потому что будет совесть вставлять. Чем больше энергетика, тем выше, сильнее совесть. Понимаете? Он пойдет, потому что уже другая жизнь в семье. Больше духовности, больше чистоты, меньше места хамству, пофигизму и невежеству в жизни. Ведь муж же знает, что надо работать. Он же не дурак. Да? Кошка знает, что мясо съела, да? Что сало съела. Так? Так же мужчина знает, что надо работать. Он не дурак. Не то, что он не знает совсем, что надо. Ну, знает, любой мужчина знает, что надо работать. Но он делает вид, что не знает. Это означает невежество. Чем больше благости в квартире, тем меньше невежества. Смотрите, правило такое. Ваш муж обижается, вы гневаетесь. Ничего страшного. Поднимайте уровень благости в семье. Как поднимать уровень благости? В духовную музыку включать, меньше невежественной пищи. Невежественная пища какая? Мясо, рыба, водка. Меньше надо уменьшать. Больше благостной пищи. Какая благостная пища? Молочные продукты, фрукты, овощи. Больше молитвы в семье. Больше освещенной пищи. Больше сердечных отношений. Больше открытых сердец. Меньше бессовестности будет. Да? То есть смотрите, особенности отношений в наше время какие? Женщина как мужчина становится, мужчина как женщина. Это нормально. Это наше воспитание, наша культура. Мы ничего с этим не сделаем. Как изменить это? Чем больше благости, тем меньше вот этих нарушений. Благостная женщина какая? Больше похожа на женщину. Благостный мужчина какой? Больше похожа на мужчину. Когда начинает благость развиваться, мужчина становится мужчиной. А женщина становится женщиной. потому что просыпаются естественные склонности у человека. Мужчина хочет уже спортом заниматься, женщина хочет пением заниматься. То есть естественные склонности просыпаются. У меня жена, допустим, поет и танцует. Она не работает. А, ты гимнатизм. Значит, денег много. Мы очень скромно живем. Я в клинике не беру себе денег совсем. И даже те деньги, которые с лекций приносят, я на благотворительные проекты отдаю в основном. Я оставляю все необходимые небольшие деньги для жизни. Нам так хорошо. Поэтому мне нечего из вас дать, скрывать, тянуть. У меня сердце спокойное. Когда на фестивале мы садимся перед семьей, мы готовим с женой, начинаем петь с ней вместе. Все радуются. И это счастливо. У нас такое пост-лекция. Мы вместе собираемся. Тут мы желаем счастья, а после лекции мы с женой садимся вместе и поем. И все счастливы становятся. Потому что когда они видят любовь на эту любви, она всегда от сердца открывает. И счастье. Все наполняется счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok